Женщина купила котенка за 100 рублей в переходе у бабушки, а после выяснилось, что он стоит целое состояние. Эту невероятную историю рассказала женщина по имени Ольга на форуме, посвященному домашним животным. Как-то Ольга возвращалась с работы и, проходя через подземный переход, обратила внимание на бабушку, которая там сидела. Рядом с ней была большая коробка, а в ней сидели маленькие котята. Ольга не могла оторвать взгляд от крошечных пушистых комочков, и тогда ей в голову пришла мысль, а почему бы не завести дома кота? И потом, так один из котят попал бы в добрые руки. Женщина поинтересовалась у старушки, сколько стоит котенок. Цена была очень скромной, всего 100 рублей. Ольга еще раз внимательно посмотрела на котят и выбрала своего. Это был рыженький мальчик. Спросив возраст котят, бабушка тихо и коротко ответила, что им всего лишь месяц, и больше ничего не добавила. Ольга заплатила бабушке, аккуратно завернула котенка в свой платок и отправилась домой. Для Ольги это был первый опыт содержания домашнего питомца. Новоиспеченная хозяйка стала изучать необходимую информацию в интернете о том, как правильно кормить и ухаживать за котятами. Мандарин, как позже назвала котенка женщина, тоже осваивался в новом доме и привыкал к своей новой хозяйке. Ольга очень полюбила мандарина и старалась обеспечить для него наиболее комфортные условия. Она купила для котенка большую мягкую лежанку на вырост и множество игрушек. Позже женщина рассказала своей соседке и по совместительству ветеринару о том, что у нее теперь дома есть питомец. Соседка пообещала зайти в гости как-нибудь и посмотреть на питомца, но Ольга даже и не подозревала тогда, чем этот визит закончится. Когда соседка Ольги зашла к ней в гости, она стала восхищаться тем, какой у нее красивый мейн-кун. Она также предположила, что заплатила Ольга за него, наверное, немалые деньги. Но женщина возразила, сказав, что она купила мандарина всего лишь за 100 рублей в переходе. Более того, Ольга даже и не подозревала, что ее рыжий котенок – самый настоящий породистый кот. Женщины стали думать, как котенка, который обычно стоит целое состояние – 10-20 тысяч рублей – продали всего за 100. Однако спустя время нашелся ответ и на этот вопрос. Оказалось, что старушка, которая продавала котят в переходе, живет неподалеку от Ольги. Ее сын занимался разведением породистых кошек, но недавно умер. Пожилая женщина не знала, что делать с оставшимися котятами, как за всеми ними ухаживать, и решила продать хотя бы за 100 рублей, лишь бы их поскорее приютили. Выяснилось, что ни одна Ольга купила мейн-куна за 100 рублей. Где-то есть еще хозяева, которые, по случайности, сами того не подозревая, стали обладателями породистых котов. Но на этом история не закончилась. Ольге удалось разыскать, где живет та самая бабушка, и она стала регулярно навещать одинокую женщину, помогать ей и проводить вместе вечером время за чаем.